Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте! Вы живой? Вы живой? Не знаете? Вы человек? А живой? То есть вы из живых человеков? Всем привет! Был на открытии Дома Дружбы и Народов. Вот напротив церкви Амеликорама заснял там небольшое видео. А еще встретил Неупокоева. Прям задал ему вопрос. Я говорю, вы живой? Вы человек? То есть вас можно назвать живым человеком? Ну, а дальше видео посмотрите. Которому якобы спину поломали. Точно, Неупокоев. Неупокоев тоже не разговаривает. Не зря ты его пустила. Он опять все перевернет наизнанку. Ты не знаешь искусства журналистики. Много шума на этой неделе наделала история с избиением журналистов в Сургуте. Местный репортер попал в больницу после того, как побывал на одной из городских штрафстоянок. Эти кадры сняты на одной из штрафстоянок Сургута. Несколько крепких мужчин избивают человека в светлой куртке. На первый взгляд кажется, что это грабитель или мошенник. На самом деле журналист одной из местных телекомпаний. Корреспондент Евгений Неупокоев приехал на спецстоянку по заданию редакции. Теперь вместо микрофона у него костыли, съемка закончилась переломами и сотрясением мозга. Ребята, ну вы же нарушаете закон. Я журналист так и так. Вообще не реагирует никакой реакции. И потом Артеменко начинает меня оскорблять. Какой-то журналист с матерными словами. И все. Потом кричит, выключай камеры своему, я так понял, сотруднику. И он понимает, что если камеры выключить, отбить начну. И заламывает журналисту руки. Евгений Неупокоев лежит на полу лицом вниз. Пытается сопротивляться. Так вы со мной-то поговорите. Вы зачем? Про сотрудников Сургут Информ ТВ говорите. У директора штрафстоянки своя версия. На груди журналиста служебный бейджик, правда перевернутый. Внешне обычная белая картонка. А на этих кадрах начало драки. Директор стоянки выбивает у репортера камеру. Тот в ответ бьет наотмашь. Как он мне сказал позже в машине, когда мы разговаривали, что сходу хотел вырубить, что он типа тайский боец и рассчитывал, что с этого удара я должен сознание потерять. Я говорю, а что сразу не сказал по-нормальному, что тебе надо сделать репортаж. Дали бы тебе интервью, все как положено. Не было бы никаких вот этих вот нюансов. Он говорит, да как ты не подумал? Где журналисты? А как вы их от мочи, от фекалиев отмоете? Женя, держись. Хороший Евгений. Не то, что так, да? Ребята, ну я же журналист, вы чего? Журналисты Евгения Неупокоева в Сургуте знают многие. Корреспондент занимается расследованиями, освещает криминальные темы. Вот одна из его недавних съемок. Сам же репортер пока не знает, когда вновь сможет взять в руки микрофон. Сейчас главное для него поправить здоровье. Здравствуйте. А вы журналист, да? Да. Вы тоже журналист? Мы запрещаем снимать нас на камеру. На первый взгляд кажется, что это грабитель или мошенник. Мы не разрешаем вам снимать нас. А вот же такие журналисты. Нет, мы это наши. Вы своих снимаете, пожалуйста. Мне интересно, что сделает здесь человек с Камчатки. С Камчатки, что здесь делает человек? В чем тут Камчатка? Интересуется. Я здесь, я здесь, в 25-м и крови не живу. Интересно. А что такого, интересно? Что вас смущает? Просто интересно. Мы нас снимали. А? Почему? Очень добрая. Не хочу отходить. Он меня пригласил. Понимаю, что если камеры выключат, отбить начнут. Я работаю согласно закону о СМИ. Имею полное право. Я не хочу. Это личное мое право. Мы находимся в общественном месте на улице. Да, в общественном месте запрещаем. Вы не дома. Я ничего причастного не снимаю. Не надо разговаривать. А мы рады, что пресса приходит, освещает наши мероприятия. Потому что, ну как, независимая пресса блогера. Потому что, как вы видите, наши главные СМИ, там, СИН, СТВ, там, ну, на такие митинги не ходят. А вы и приглашали? Конечно. Ну, вот где наш любимый Неупокоев с якобы сломанной спиной? Потом кричит, выключай камеры своему, я так понял, сотруднику. И он понимает, что если камеры выключат, отбить начнут. А будьте добры, представьтесь, пожалуйста, вы журналист какой компании? Вообще не реагирует никакой реакции. Я журналист телекомпанией, СТВ, Евгений Неупокоев. О, вас не узнать. Как ваша рука? Зажила? Да. Все нормально? Да, спина тоже позвоночник зажила, когда мне его сломали. Журналисты Евгения Неупокоева в Сургуте знают многие. Корреспондент занимается расследованиями, освещает криминальные темы. Ну и что? Ну и что? Тогда как раз сетовали за тех, кто мне его сломал. Я не в курсе, что там произошло. Я видел только, что у вас гипс на руке был. Ладно, мы ему пока не будем. Что? Вообще не реагирует никакой реакции. А вы, можно вопрос? Вы меня в прошлый раз спрашивали, что у меня счета, это, на зарубежных счетах много денег. Литон, мне сказали, что у вас имеются счета за граничный банк. Это правда? Да ладно, а откуда-то это провалится? Есть, нет. А? Есть, нет. У меня не было счета. Интересно, тихо. А в каком банке можно узнать? Нет, я не скажу в каком банке, я просто хочу узнать. Вы говорите, я защищаю права людей, они должны на что-то питаться. Куда деньги берутся? Деньги на что? На правозащиту? Правозащиту, на исследования, на питание. А вы мне скажите, Евгений, я богат? Я не определяю богатство. А? Я не определяю богатство. А сколько у меня денег в счетах на зарубежных? Я не знаю. Я вам сказал, есть информация. Но, насколько мне известно, у меня нет счетов на зарубежных банках. Я хотелось бы узнать, что я вот, например, работаю с журналистом, получаю деньги. Я хотелось бы узнать, вы на свою деятельность, а что деньги берете? Тружусь, я программист, фрилансер. Вам хватает, да? Ну, еле-еле хватает. Ну, других доходов нету, да, с вашей даже правозащитной деятельностью? Я за правозащитную деятельность ни разу не с кого ни одной копейки не дам. Просто чего добиться того? Вы хотите какую-то правду добиться? Ну, вроде вся страна так же. А вас это устраивает? Да и меня устраивает. Устраивает? Конечно. Я получаю деньги, я работаю. Я работаю. Все нормально? Да, спина тоже потом очень зажил, когда мне его сломали. Да и меня устраивает. Устраивает? Конечно. Я получаю деньги, я работаю. Я работаю. Вы выяснили, на каких счетах и в каких банках? Я не выяснял, мне это не было. Не выясняли? А зачем вопросы задавали? Я тогда вам сразу сказал, что я веду только съемку и задаю вопросы. Материал я не делаю. То есть информация не подтвердилась? Я не знаю, что там с вашей информацией. Благодарство. Я не делал материал. Как вас? Все по-прежнему устраивает? Работаете? Зарплату получаете? Меня все устраивает. Благодарство. Я честно работаю. В маске тоже удобно, да, ходить? А у вас нарушение масштабного режима? А кстати, вот в прошлый раз вы на стоянке были с удостоверением, да, вот посмотрите на меня. Я вот журналист, удостоверение у меня на груди. У вас сейчас удостоверения вообще нет у журналистов? Ребята, ну вы же нарушаете закон. Блин, я журналист, так и так. Нету, потому что я знаю, с кем я разговариваю. А народ-то не знает? Я не знаю. Я же вас не узнал дальше. Здравствуйте. Вас можно узнать. Как спина? Порядка? Спасибо, зарядка. Народ знает, прекрасно. Вы зачем подошли сами? Мы вас не знаем. Мужчина, вы зачем подошли к нам? Мне интересно, вы на каком основании работаете? Согласно закону о СМИ? Вы можете обратиться в редакцию, вам официальную информацию дадут. То есть вы не можете пояснить? Я не обязан. Дайте нам пообщаться, пожалуйста. Какой-то журналист, матерными словами, и все. Я подошел, вы молчали. Отойдите, пожалуйста, немного, вы не соблюдаете режим. А вы все соблюдаете, да? Да, мы все соблюдаете. Вы все соблюдаете. А против солнца не будет бликовать? Для этого я был случай, где есть степень, секрет. Чтобы не двигавало. Что? Фильтр тут? Ну, я не знаю, что университет у нас лучше. Ага. Чтобы не двигавало. Не, ну у вас не то, что университет, у вас техника по современнее. У меня-то вон мыльница обыкновенная. Я бы телефон снимал. Не хочу, чтобы больше уходить. Ну, телефон-то у вас. Нет, телефон у меня пришел. Да? Ну, не знаю, у меня вот проблемы возникают. Приходится обрабатывать специально. Я бы вам подсказал, как правильно снять. Но вы же опять про нас будете гадостей говорить. Я про вас? Когда я про вас гадостей говорю? Вы что? А вы кто? Вы тоже с другим фонтой? А где удостоверение? Я не на работе. Ага. Я же вас снимал в этом комнате, что ли? Просто после суда. А, вы оператор были после суда. Я его очень деликатно снимал. Ничего не выражался. Я вот у Евгения сейчас спросил. Говорю, ну что, нашли фита на зарубежных фитах? Мы же еще. Ну, понятно. Ну, вопрос-то задаете. Сегодня я собачек снимаю. Завтра я буду снимать. Нет, подождите. А что я про вас походят и сказал? Вы что? Рассказываю про всех. Я не работник. Я не говорю, что вы все продали. Я? Я вот не продажный. Я такое говорю? Есть, у меня есть. Да. А где? Когда? На ютубе вашем канале. Я сказал, что вы продажный? Да. В каком виде? Вот этот допрос через СМИ? Который? Да. А где? На какой минуте? Можете? Я знаю. У вас полутора числа видео. Вы знаете, я это видео, когда монтировал. И после монтажа. Я его раскоп просмотрел. Я не помню там какие-то слова. А? Может быть, не дословно. А, может быть, не дословно. Подарите мне, подарите. Подарите мне, подарите. То есть, не продажный? Продажный? Я не знаю. Это ваше утверждение? Хорошо. Ваше утверждение, что я так говорил? Это моё личное мнение. А? Это моё личное мнение. Ну, конечно. Да, неправильно поняли сами тебя, да? Когда смотрели свои мысли. Нет? Слух неправильно донёс. Я смотрел ваше утверждение. Ну, я же там такого не говорил. Нет. Ну, скажите, на какой минуте? Давайте сейчас посмотрим. Да, да, да. Ну, вот. Ну, вот. Видите. Когда до правды докапываемся, правда никому не нужна. Время 18.26, полиции нету до сих пор. О, Евгений решил одеть удостоверение журналистов. Ребята, ну вы же нарушаете законы. Блин, я журналист так и так. Как ваша рука? Зажила? Да. Всё нормально? Да, спина тоже позвоночник зажил. Когда мне его сломали. Сторонний зашёл на территорию. У нас работает техника. Молодой человек, а зачем вы зашли на территорию? Работает техника. Покиньте, пожалуйста, территорию. Вообще не реагирует никакой реакции. И потом... Ещё я с кашлем с таким. Покиньте, пожалуйста, территорию. Выйдите, пожалуйста, за ворота. Вы за ворота выйдите, пожалуйста. Я исполняю обязанности руководителя. Что вы хотели? Сейчас подойду. Покиньте территорию. Сам же репортер пока не знает, когда вновь сможет взять в руки микрофон. Сейчас главное для него поправить здоровье. Работает техника. Покиньте, пожалуйста, территорию. Ещё я с кашлем с таким. Блин, я журналист так и так. Вообще не реагирует никакой реакции. И потом... Не упокоив, это тот журналист, который написал, что Антон Булгаков является лидером секты. Вот недавно новость была. И секту назвал «живые человеки». В кавычках. Объединение опытом и общение, оно больше даст возможность узнать друг друга. И этим самым позволит набраться сил. Где-то какие-то, может быть, задачи могут стать уже не задачами, а вопросами, которые мы решим вместе. Как вы на данный момент оцениваете дружбу народов в нашем городе? Судить из того, что мы делаем, я скажу, что есть куда ещё расти. Но вот это хороший шаг для того, чтобы мы пошли вместе дальше. От фестивалей, к совместной работе и к нашему общему, светлому, хорошему будущему. Всё, спасибо. Можно ещё один вопрос? Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Вы живой? Вы живой? Порядок. Я. Не знаете? Привет. Благодарствую. Как я тебя видела. А с собой? А с собой. А я уже? Ещё один. Давай ещё один. Я думаю, что отечественное такое из-за нашего. Евгений, вы человек? Я в Египте. А живой? Ну, если я с вами разговариваю, скорее всего. То есть вы из живых человеков? Нет, я в принципе человек. Ну, вы писали, что я якобы лидер секты живых человеков. Евгений, давайте, пожалуйста. Давайте здесь разбираться об этом вопросе. Хорошо, в суде убедимся. Отдельно поговорим. В суде убедимся. В суде убедимся. Благодарствую. Кстати, сама Марина в телефонном разговоре, который будет предоставлен позже, сама себя назвала живым человеком. Человек живой, вот у вас ВКонтакте даже. Но вы живой человек? А? Вы человек? Вы живая? Да. Ну, вот и я такой же. Слушаем дальше. Я не упокоился. Кто? Не упокоился. Живой наш журналист. Вы рады? Евгений Неупокоев, бывший журналист с Субботинформ ТВ. Устроил мне допрос. И сейчас вот статья недавно вышла. Он ура, тушка в ровуши, перешел. Назвал Антона Николаевича Булгакова лидером секты живых человеков. Я поэтому его спрашивал. Он живой вообще, нет? Человек он нет? Сделай, что он фотографирует. Он у нас мог определиться. Вот такая статья вышла на ура.ру. Причем еще 5 сентября 2022 года. То есть это больше, чем 2,5 месяца назад. Кстати, эта статья вышла ровно через 3 дня после нашего визита к Ермолаеву. То есть я предполагаю, что это следственный комитет, а точнее предполагаю, что именно Ермолаев, начальник следственного комитета, вот он тут указан, именно он, я предполагаю, что он заказал именно эту статью. Потому что эту статью я не видел 2,5 месяца. То есть я предполагаю, что они эту статью втихаря выпустили, не в ленту новостей, никуда не разместили, а чисто это вот разместили, чтобы потом кому-то там показывать, что типа смотрите, там какой-то лидер секты какой-то. То есть пытались оправдать именно действия начальника следственного комитета, его, как скажем, действия, которые имеют признаки многочисленных преступлений. Обнаружил я только недавно, где-то неделю назад и сразу подал досудебное требование в сторону главного редактора Ура.ру и в сторону Евгения Неупокоева. Ответа до сих пор не последовало. Готовлю иск. Ну, давайте почитаем эту статью. Лидер движения ИСХМАУ жалуется генпрокурору РФ на начальника ИСК. Ух, какой негодяй. Прям вообще, вот такой, прям, творит, прям, ну точно сектант. Лидеры секты, живых человеков. Ага, то есть все, кто назвал себя живым человеком, это значит сектант. Ну, такой вывод делает Евгений Неупокоев. Из Сургута жалуется генпрокурор РФ на начальника следственного отдела города. Так, руководитель движения живых человеков Антон Булгаков из Сургута, который позиционирует себя как журналист, в смысле позиционирует. Есть удостоверение журналиста, есть статус, есть должность, заместитель главного редактора, информационное агентство, Камчатский регион. В городе Сургута открыт корреспондентский пункт. Все документы есть, все органы уведомлены, в том числе Следственный комитет и Генеральная прокуратура. А вот сайт Роскомнадзора, официальный сайт rkn.gov.ru. Ну, смотрим, Камчатский регион, есть ли такое СМИ, зарегистрировано ли оно, действующее ли. И смотрим, Камчатский регион, номер свидетельства, действующее. Они это тоже в курсе, уже три года назад они все проверили и все прекрасно знают. Ну, им проще честного журналиста выставить сектантам, чем признать тот факт, что Ермолаев применяет физическую силу к журналистам и воспрепятствует законной действенности журналиста с превышением должностных полномочий при исполнении должностных обязанностей. Написал заявление генпрокурору РФ, в котором обвинил начальника следственного отдела в Сургуте Владимира Ермолаева в превышении должностных полномочий. Ну, если посмотрите видео, вот он, недоверие или утрата чести, вы убедитесь, что он на самом деле превысил должностные полномочия. Меня вытолкали за руку. Не трогайте меня, пожалуйста. Я сейчас припрашиваю. Руками меня не трогайте, пожалуйста. Хорошо, хорошо. И воспрепятствование законной действенности журналиста с применением насилия. Ну, да, он меня за локоть выталкивал. Я при этом был при исполнении должностных обязанностей в должности заместителя главного редактора. У меня было удостоверение на груди висело. Он об этом знал, я представился до этого. Все по закону. О заявлении Булгак сообщил в своем телеграм-канале. О каком не написано. Ну, то есть не хотят, чтобы народ города Сургут знал о независимом, честном канале Сургутнадзор. Дальше он цитирует. Находясь в следственном отделе Сургута Ермолаев, Владимир Петрович сначала схватил, а после толкал меня в руку, пытаясь вытолкнуть из своего кабинета. Совершенно верно. На видео это зафиксировано. В это время на мне было удостоверение журналиста. Тоже видео есть. Считаю, что Владимир Ермолаев своими действиями превысил свои должностные полномочия и воспрепятствовал работе журналиста, применив к нему насилие. Пишет Булгаков. Такое сообщение о совершенном преступлении было подано генпрокурору и в следственный комитет. Но они, естественно, ничего не усмотрели. Вот они смотрят и ничего не видят. Ну, у нас есть 10, как минимум 10 очевидцев. Есть видео. Все догадательства есть. Как сообщил источник в силовом ведомстве, инцидент произошел во время личного приема граждан руководителем следственного отдела Сургута. Булгаков и соратники, около 10 человек, зашли в кабинет Владимира Ермолаева и требовали принять их всех вместе. Их попросили выйти и записаться на прием, как положено. Ну, записались, а он взял и не принял никого. А зачем записывались? То есть, ну, просто манипуляции. В прокуратуре ХМАУ журналисты Ура.ру подтвердили, что к ним уже поступило заявление от Булгакова. Жалоба зарегистрирована. По данному факту будет проведена проверка. Все в общем порядке. В каком порядке? Уголовно-процессуального кодекса или, как обычно у вас, ФЗ-59. Все сообщения о совершенном преступлении вы переводите. Не регистрируете, уклоняетесь от учета и переводите в статус обычных обращений. Не уточняется? Рассказали в ведомстве. В следственном управлении СК Пахмау сообщили, что все обвинения Булгакова беспочвенные. Так правильно они ничего не изучали. Они даже видео не смотрят. Просто видят фамилию Булгаков. И все, знаешь, все беспочвенно. Физического иного давления на него не оказывалось. Как не оказывалось? А в руку кто пихал? Движение живых человеков прославилось скандалами в банках и силовых ведомствах, выкладывая записи конфликтов в соцсетях. Свои действия активисты объясняют регулиозными мотивами. А какой религии-то? Че, не уточнили-то? Какая религия-то? Секту живых человеков вы придумали, а религию че новую не придумали? В их заявлениях и поведениях можно найти признаки секты. Так признаки или все-таки сектант? Вот он утверждает, что именно руководитель движения, лидер секты живых человеков. Вот конкретно написано. Лидер секты. Значит, есть такая секта. Ну, по фантазии Евгения не упокоила. Самого же Булгака в осень 2018 года арестовали и отправили в ФНД на принудительное лечение. Оттуда он вышел по решению окружного суда. Ну, а что вы не пишете, что незаконно помещен, раз вышел по решению окружного суда? Кому интересно, посмотрите. Мы создали прецедент, потому что впервые в истории России, по словам адвоката, предоставленного полномочным по правам человека, Стребковой, впервые в России было отменено принудительное лечение, бессрочное причем. Хотя меня не лечили, не кололи, не пичкали, не удерживали незаконно. И по решению окружного суда отпустили. Хотя они утверждали, что мы вас выписываем. Я говорю, нет, не выписывайте, потому что вы никого не лечили, вы незаконно удерживали. Вот такую статью написал Евгений Неупокоев. Если раньше все СМИ писали, что есть якобы признаки, признаки секты, похожие, схожие, еще что-то как-то, они осторожничали. То тут конкретно написано, лидер секты, живых человеков. Ну все, сейчас будем иск выдавать. Я не упокою, сказал, увидимся в суде. Заодно все СМИ пригласим. Будем разбираться. Входит ли он в эту секту, является ли он живым, является ли он человеком. Если он это подтвердит, он сам себя в сектанты запишет. Ну что я решил проверить. Может действительно там есть какая-то секта живых человеков. Зашел на сайт Национальный антитеррористический комитет, и тут есть террористические и экстремистские организации и материалы. Ну здесь вот я не нашел ни живых, ни человеков. Вообще корня жив нету. Слово Чел. Челябинская область. Ну то есть человеков тут тоже нету. Попробовал найти списки сект через гугл. Ну такого списка нет по России. Ну вот эти вот все сайты проштудировал, тоже нету такой секты. То есть официально такой секты нету. Получается это фантазия Евгения Неупокоева. Почему главный редактор это пропустил, мне неизвестно. Куда смотрела. Кстати, Козлова Диана. Ну ей тоже бы досудивные претензии отправлены. В общем увидимся в суде. Работник, которому указывают как действовать, как бешать и что писать, администрация города. Потому что есть хозяин города. Есть этот журналист. Скажет, что зеленый это зеленый, администрация города скажет, что зеленый это фиолетовый. Он скажет, что зеленый это фиолетовый. Потому что если он скажет, что зеленый это зеленый, он никогда даже дворником в этом городе не устроится. Ну это не надо быть очень сильно умным, чтобы это понять. Все это знают. Да. Какие еще вопросы? Да вообще никак. Привезли ребеночка чистого с роддома. Установили регулярную систему. Потом мы его брали, ребенок плыл. А плыл, чтобы вы понимали, гнойный был, нагноения были. Но они ломались в голове у ребенка. Они обламывались концы, потому что они не принадлежат для перестерилизации. Это дело чести. Следственному комитету города Сургута недоверие. С вами открыть всегда. Подрегулируем сразу. Поднимите, пожалуйста, правую руку. Я поднимаю. Кто считает, что это позор? Это бесчестие. Бесчестие точно. Полностью себя бесчестил. Кто меня поддерживает, прошу поднять правую руку. Выбуйтесь, пожалуйста, в сейс-кабинет. Я вас не звал. Элексин приглашу. Ну, как бы сопротивляется принимать нас. Бегает по кабинетам, суету наводит. Меня вытолкали за руку. Минуту, не трогайте меня, пожалуйста. Руками меня не трогайте, пожалуйста. Хорошо, конечно. Он без формы на рабочем месте. Я не провожу прием. Вы отказываете в электричный прием. Вам никто не отказывает. Зашел в кабинет и закрылся. Чего-то опасаются. Значит, есть что скрывать. Может, человек без формы стесняется? Чего? Называемый абонент не отвечает. Ну, без предел. Я как адвокат все свои права знаю. А вы свои обязанности, похоже, не знаете. Подождите, Алиска, ну зачем вы? Ну, в чем вы на конфликтную ситуацию? Ну, вот именно, а зачем? Водите за нос уже второй год. Ну, давайте, в чем мы вас водим? Да давайте. Там были пострадавшие маленькие дети. До шести лет. Дети гнили. Дети нагнивали, загнивали. Это вы про погибших сейчас или те, которые живы остались? А чем тогда сейчас на ней сперли? Использовались дрелика, шуруповер. С этой дрели сыпалось вот такими комками. Ржавчина в рану пациентов. У нас рвота начиналась. Не, ну тут, это я с вами согласен. Это все пропитывалось формалином. Это яд. Одни отписки. Отказ, 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 отказ. А коррупция растет. Но. Но. Я могу сейчас ознакомиться с материалами? Нет. Почему? Бежать-то некуда. Решетки на окнах. Зачем вы берете мои бумаги? Я вам не разрешала брать мои бумаги. Поощряет, да? Никто не поощряет. Не сомневаюсь. Я хочу в минутку поговорить с Михаилом Викторовичем. Что, приемы закончены? Что-то он сейчас выйдет, спросите. Да он не выйдет, он закрыл жизнь. Я в домике, да? Да, я в домике. Следственный нам в домике. Ну это позор, я считаю. У тебя есть доверие к термолайву? Нет. Народ поддерживает? Да, конечно. Система доверительного управления не работает. Дети были однозначно. А вы точно знаете, что они умирали? Я говорю, а может быть мне за вас провести расследование? Вы же там друг друга вот знаете, что вы там так... Потом выяснилось, да, что она независимо от того, что там это, она у нее там, ну, определяет, как он там... Ну, ну, чуть-чуть, ну, если вынесли решение, ну, значит... Все, давайте, до свидания. Все это знают. Да. Какие еще вопросы? Да, вообще не такие.